Или о каких-то целебных свойствах. Поподробнее, пожалуйста. Простите, как вас зовут? Моё имя Владислав. Очень приятно. К сожалению, не все знают об этих свойствах, но это относится в большей части к мужской половине населения. Но в какой-то мере касается и женской. То, что он является очень хорошим стимулятором для потенции. Да ладно? Да. Серьёзно? Да. Сам по себе вообще витамин С на это приедет. А вы откуда-то знаете? Вы проверяли на себя? На себе и на других. А потенция без шиповника и потенция с шиповником. Да. Результат налицо. Прекрасно, Владислав. Ну что же, сейчас мы не будем повышать потенцию, сейчас мы перейдём плавно к викторине. Так. Я предлагаю вам принять на неё участие. Вы узнаете всё о шиповнике, из чего он состоит. Получите исчерпывающий комментарий диетолога по поводу шиповника и узнаете всю правду. Вы готовы? Да. Прошу. Итак, настало время викторины. В студии Владислав, который готов ответить на любой вопрос, связанный с шиповником. Перед вами две кнопки. Красная кнопка – ответ «Да». Сиреневая кнопка – ответ «Не может быть». На самом деле, эта кнопка – ответ «Нет». Вы отвечаете первым, поскольку доктор знает все правильные ответы. А комментировать ваши будет наш эксперт в студии. Людмила Петровна Федорцова, врач-диетолог клиники Института питания РАМ. Вы готовы, Владислав? Ну что же, мы начинаем. Пожалуйста, первый вопрос. Плодыши помненько содержат рекордное количество витамина С. Да или нет? Приклеились кнопки, да? Бывает. Ну, доктор наверняка ответит «Таки да». И это действительно так, потому что среди пищевых растений средней полосы России шиповник содержит максимальное количество витамина С, аскорбиновой кислоты, значительно больше, чем даже черная смородина. То есть, вот такой у нас рекордсмен, да, Невин Петровна? Шиповник действительно является самым-самым-самым фруктом, которым содержится максимальное количество витамина С. Причем очень интересная такая закономерность есть. Чем выше в горах прорастает шиповник, тем количество витамина С там увеличивается. И точно так же, закономерность такая же есть, и чем дальше к северам, то тоже количество витамина С увеличивается на 100 грамм этого продукта. Здесь необходимо иметь в виду то, что бывают разные сорта шиповника, и наибольшее содержание витамина С в той разновидности, которая называется шиповник коричный. О как! Ну, сейчас вам будет посложнее. Владислав, отвечать, пожалуйста, следующий вопрос. Вопрос. Плоды шиповника признаны официальной медициной как лекарственное средство. Да или нет? Да, отвечает Владислав. Откуда вы, знаете? Или вы просто так? Ну, если там витамин С, это же как профилактика иммунитета. Действительно так. Действительно, шиповник входит в состав многих лекарственных средств, причём плоды шиповника цельные, измельчённые, они являются лекарственным средством. Немножко добавлю. Значит, в самом шиповнике используется в медицине не только вот эта вот сама мякоть шиповника, также в медицине используются и косточки, вот эти семена, которые находятся в шиповнике. Из него делают масло шиповника. Масло шиповника, оно содержит много витамина А, много витамина Е. И, в принципе, очень хорошим противовоспалительным, ранозаживающим, так грубо говоря, действием. Ну, вы знаете, что вот при всяких ссадинах его применяют, при ожогах применяют, также применяют в практологии при микроклизмочках вот этот масло шиповника. Спасибо большое. Пожалуйста, следующий вопрос. Как вы думаете, настой шиповника может серьёзно повлиять на давление? Реакция хорошая у вас, Владислав. Вот интересно, в какую сторону? В какую сторону? Ну, он же тонизирует. Повышает? Да. Нет! Владислав! Прокололся. Ну, выраженным влиянием на артериальное давление шиповник не обладает. И даже те случаи, когда исследования показывали обратно, они были связаны с тем, что исследователи применяли, в общем, в достаточно больших количествах, спиртовой настой шиповника. И основным здесь влияющим фактором было, конечно, содержание спирта, а не действие самого шиповника. Ну что же, Владислав, вы неплохо отвечали на вопросы. Мы хотим сделать вам подарок от нашей программы. Мы дарим вам фильтр для очистки воды барьер. Он очищает воду от хлора, органических соединений, тяжелых металлов и других вредных веществ. Главное, вовремя менять кассеты. Будет начать заваривать шиповник. Но мы, поскольку так бодро приняли участие в нашей рубрике, мы с вами не прощаемся. Будем вместе заваривать шиповник и восхвалять его в рубрике «Братов дня». Продолжаем говорить о здоровье. Это рубрика «Братов дня». Мы продолжаем спорить о шиповнике. В студии Владислав, который узнал много нового о шиповнике. И сейчас мы будем разбираться, повышает ли потенцию шиповник. И насколько это символ мужского счастья. Посмотрим, что же в действительности должно там содержаться, для того, чтобы он оказывал такое замечательное, стимулирующее влияние. Ну, один из элементов, микроэлементов, которые жизненно необходимы для функционирования репродуктивной системы человека, это цинк. Вот он. Который активно участвует в синтезе тестостерона. Так вот, его суточная норма составляет 15 миллиграммов. А в 100 граммах шиповника, знаете его сколько? 0,3 миллиграмма. Это означает, что вы должны за день съесть примерно 5 килограмм шиповника. Ну, где-то так. Сможете? А если в виде сиропа? В виде сиропа еще больше. Боюсь, что вас разорвет, как маленького хомячука. Второе вещество, которое активно влияет на репродуктивную систему человека, это витамин А. Который влияет на секреторные клетки. Всего организма он влияет на эпителиальную ткань. И его суточная норма составляет 1 миллиграмм в день. В то время, как в шиповнике его содержится, как вы думаете, сколько? Не взвешивал. 0,6 миллиграмма. В 100 граммах. То есть, на самом деле, нужно всего-навсего 200 граммов. Что не так же нужно. Да, это вполне реально. Так, даже можно не фиксировать. Но, прямо скажем, что действие в данном случае вряд ли будет сильно заметным. И, наконец, еще один витамин, который жизненно необходим для функционирования нашей репродуктивной системы. Это витамин Е. Или токоферол. Этот витамин, ну, пожалуй, наверное, один из наиболее известных в качестве стимуляторов репродуктивной системы человека. И его суточная потребность составляет 10 миллиграммов в день. А в шиповнике его 0,4 миллиграмма на 100 граммов. Так что 2,5 килограмма шиповника, безусловно, восполнят суточную норму. Понимаете, да? Да, хороший миф развеяли. Но не надо из-за этого считать, что шиповник не достоин нашего внимания. На самом деле, он очень и очень полезен. Сейчас мы поговорим о том, почему. Знаете, в процессе эволюции практически все живые существа как-то приспособились. И многие из них, на удивление, научились синтезировать витамин С. Аскорбинную кислоту, она синтезируется в организме практически у всех животных. Включая наших ближайших родственников, обезьян. И только у двух животных аскорбиновая кислота в организме не синтезируется. И сейчас я вам принесу нашего собрата по несчастью. И мы будем его оздоравливать. Как вы думаете, кто это? Понимаете. У нас собрат по несчастью, морская свинка. Да, пахнет как лошадь. Кстати, знаете, почему морскую свинку зовут именно морской свинкой? Нет? Я знаю. Почему? Потому что она хрюкает, как настоящая свинья. И привезли ее из-за моря. Как бы русский язык взял, перефразировал. Не заморская свинка, а получилась просто морская свинка. Не потому что из-за моря. Потому что в древности, когда люди еще не знали, что такое витамины, они, перевозя этих самых морских свинок, обнаружили очень интересную вещь. Что свинка, у которой тоже аскорбиновая кислота не вырабатывается, через некоторое время на корабле при долгом плавании начинает хереть. У нее начинают выпадать зубы, шерсть. Она начинает болеть. Это был симптом дефицита витамина С. И для моряков то, что морская свинка начинала плохо себя чувствовать, это был сигнал, что пора пристать к какому-то берегу и найти там что-то, что могло бы послужить источником витамина С. Потому что те продукты, которые они возили на корабле, они содержали очень мало аскорбиновой кислоты. И вот сейчас мы с вами покормим это животное шиповником. Это животное зовут Димон. Будешь кушать? Не хочет. Мне кажется, он задрожал. Это от возбуждения. Да. Доктор, пора пристать на берег. Пока. Бедное животное начинает осваиваться с таким большим количеством источника витамина С, у меня к вам вопрос. Вы же наверняка завариваете чай из шиповника. Да, конечно. Угу. Может продемонстрируете нам, как это у вас происходит? Доктор, а вы пока расскажите, чем же полезен и необходим нашему организму витамин С? Дело в том, что аскорбиновая кислота как минимум в двух процессах в организме принимает непосредственное участие. Это синтез коллагена, то есть основного соединительного белка в нашем организме. И поэтому дефицит витамина С негативно отражается на состоянии связочного аппарата, на состоянии костей, зубов, на состоянии кожи. Это катастрофический просто дефицит витамина С отражается. Поэтому для того, чтобы наша иммунная система функционировала нормально, для того, чтобы кожа была хорошей, для того, чтобы опорно-двигательный аппарат был крепкий, для этого нам необходимо регулярно получать витамин С, потому что в отличие от других животных человек синтезировать его не может. Доктор, а что еще мешает усвоению витамина С? Ну вот примерно то, что вы сейчас сделали с шиповником. А что мы сделали с ним? Вы допустили сразу несколько очень важных ошибок, касающихся правильной заварки шиповником. Ну, во-первых, давайте мы с вами попробуем заварить шиповник правильно. Для этого нам понадобится стеклянный чайник. Дело в том, что заваривать в чайнике, который имеет металлические части, в данном случае ситечка, очень плохо, потому что при контакте с металлом аскорбиновая кислота очень быстро теряет свои полезные свойства и разрушается. Во-вторых, вы залили шиповник крутым кипятком. Ну, во-первых, это приведет к тому, что он будет очень долго настаиваться, потому что кожура шиповника, она под действием кипятка просто сожмется, когулируется, и поэтому выход веществ активных изнутри, из ягоды, будет практически, ну, очень-очень маленький. То есть большая часть так и останется внутри этих ягод. Если вы их потом не будете есть ложкой, вы ничего из них не получите. Поэтому перед тем, как заливать горячей водой, мы должны ее немного остудить. Вот так мы берем. Итак, вода у нас остывает. И очень важно, есть очень большое противоречие между воздействием высокой температуры на витамин С и скоростью заварения. С одной стороны, если заваривать недолго, то выход этого вещества из шиповника очень низкий. С другой стороны, если заваривать долго, то получается, что этот витамин разрушается. Вот, поэтому мы можем ускорить процесс заваривания совершенно простым измельчением этих ягод с помощью ступки. Вот такой фарфоровой ступки. Потому что если мы будем делать это в металлической ступке, что у нас произойдет? Опять то же самое. Да, разрушение витамина С. Поэтому мы возьмем шиповник. Вот так. И его подавим. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так мы сделаем. Вот так. Мы возьмем несколько порций. А сколько шиповника нужно доктору на такой чайник? Ну, все зависит от того, сколько человек его планирует пить. Но я думаю, что нам будет достаточно трех-четырех ступок. Угу. Трех-четырех ступок? Да. Придется по очереди работать. Да уж. Пожалуйста, покачайте трицепс. Вот я думаю, что трех ступочек нам вполне хватит. Ну что ж, давайте заливать. АПЛОДИСМЕНТЫ Чудесно. И вот лучше в таком случае заливать шиповник водой под крышку. И при этом закрывать обязательно крышкой, чтобы предотвратить контакт с воздухом. И еще больше окисления аскорбиновой кислоты. Закрыть крышкой и укутать на некоторое время, чтобы температура была стабильной. И вот в таком случае мы с вами получим, во-первых, полную экстракцию всех полезных веществ из шиповника. А во-вторых, сделаем это заварение максимально щадящим в плане разрушения витамина С. Доктор, кому в первую очередь полезно пить шиповник? Ну, существует ряд заболеваний, при которых рекомендуют употребление шиповника. Это холециститы, например. Поскольку отвар и настой шиповника обладают желчегонным действием. Это, конечно, люди, у которых стрессовые ситуации или простудные заболевания. То есть тогда, когда потребность витамина С максимальна у человека. Вот здесь у нас есть таблички. Безусловно, люди, которые курят, люди, которые... Принимают много лекарств. Принимают много лекарств. Потому что некоторые лекарства, такие, например, как аспирин, мешают усвоению витамина С. И в таком случае несовместно, отдельно от приема этих лекарств необходимо употреблять источники витамина С. Например, отвар шиповника. И люди, которые употребляют алкоголь. Потому что при употреблении алкоголя потери витамина С нашим организмом резко усиливаются. Ну что ж, господа. Владислав, Сергей. Огурчик бисим. Куда вам огурчик? Вы сами как огурчик. Дорогие друзья. Именно такие напитки должны составлять основную часть нашего рациона. Не только вкусные, но и полезные. Для того, чтобы мы всегда были здоровы. Поэтому... Жизнь налаживается. Ваше здоровье. Ваше здоровье.